Всем привет, дорогие друзья! Второй мой подкаст, проект NoMad, и сегодня у меня в гостях Red. Привет, Red! Привет, Серёга! Чё, как дела? Да всё ништяк, как у тебя? Да, тоже всё классно. Ты где сейчас? Нижний Новгород, Российская Федерация. Я сейчас в Китае. Классно всё-таки, что есть такие вот инновационные технологии, что мы можем записать прям подкаст, находясь с разных точек вообще планеты. Прикольно будет, когда-нибудь можно будет записать подкаст, находясь в разных точках Вселенной или Галактики. Да. Итак, Red интересен тем, что Red достаточно долгое время прожил в Индии, где мы, собственно, с ними познакомились и успели стать гуру-братьями, не побоюсь этого слова. Так что привет, гуру-брат! Привет, гуру-брат! Гуру-братьями мы стали в Непале, насколько я помню. С вами... Ну, наша карма закрутилась в Индии. Рудранадх. Рудранадх. Да. Да, с вами Рудранадх. Он, кстати, о горе, если кто не знает. Да, для общей справки он о горе. И, собственно, мы с Red тоже о горе. Кто не знает, что это такое, можете почитать в интернете и ужаснуться немного. Последний раз, когда я говорил об этом людям, меня спрашивали, ты что, ешь людей? Я что-то отвечал. Да. Ну да, конечно. Надо будет съем по-любому. Обгладая лицо тебе. Итак, Red, ты сейчас в Нижнем Новгороде, да? Ты, получается, родился в Нижнем Новгороде? Из какого ты города России? Я родился под Нижним Новгородом в маленькой деревне, которая имеет статус города, тем не менее. Ну, часть России, да, та самая, в которой я родился. И сколько времени ты провел в Индии? Когда ты туда улетел и как долго ты там протрусил? Мне кажется, я там пробыл около трех лет. В 2018, мне кажется, улетал. И я улетал вроде как на месяц потусить и вернуться обратно. Ну, а через месяц я звонил на работу и говорил, что сорян, я, короче, не выйду больше на работу. Слушай, у меня была такая же фигня, только у меня уже не было на тот момент работы. Я думал, сейчас я поживу на Гоа полгодика. Ну, типа, тусану там на берегу океана, девочки, тусовки. И вот так вот все закрутилось, что до сих пор я не хочу возвращаться туда. С чего началось твое путешествие по Индии? Как ты прилетел? Я прилетел в Дели, и мое путешествие началось с, ну, прям, туристического маршрута. Мы зашли в какую-то там туристическую фирму, и нам нарисовали маршрут, по которому нам посоветовали проехать, естественно. Там предложили билеты. Маршрут мы запомнили, но от билетов отказались. И поехали сами сначала в Агру, там, посмотреть на Тадж-Махал. Потом из Агра мы поехали в, насколько я помню, Джайпур. Это Раджастан. Там провели несколько дней. Встретили там таксист, у нас таксист катал по всему Джайпуру. То есть там был рикша-драйвер, который хотел попрактиковаться в английском. И такой говорит, типа, вы со мной поговорите, просто я вам покажу со стороны нетуристической весь Джайпур. И вот он нас гонял там везде. В конце концов, на последний день он говорит, типа, скажите моей маме, пожалуйста, что я не дебил. Такой, поехали ко мне домой. А то у меня родители думают, что я дурачок, короче, вот. Потом мы поехали после этого в Дайпур. Пробовали несколько дней в Дайпуре. Там прикольно, красиво. Обезьяны там. Я вот первый раз там видел обезьян, которые сидят на соседней крыше. То есть они не сидели там, они просто дестроили. Там на соседней крыше был ресторан. И туда каждое утро приходили обезьяны. И прям устраивали трэш. Кидались стульями там, столами. Я таких бешеных тварей, короче, не видел больше, наверное, нигде. Хотя с обезьянами я жил там в Варанасе и так далее. И потом после Дайпура мы поехали в Гоа. И там мы встретились с тобой. Слушай, обезьяны, да, это такая тема. Блин, в Варанасе, кстати, нападала у меня эта обезьяна одна. Которую я хотел прогнать палкой. Она запомнила и потом мстила мне. Да, 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 у них случается такое. Но они, у них нету массовых таких прям этих набегов с целью устроить какой-нибудь дестрой. То есть они приходят там, почекают еды. Если еды нет, они уходят. Если ты, ну, плохо с ним себя ведешь, то да, они там подестроят и уйдут. Но у Дайпури там не так, там прям. Как война. Да, 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 они прям приходят, разносят весь ресторан, короче, и уходят. Ну, жестко. Вот эти вот животные в Индии, это вообще отдельная тема для разговора, да. Там можно насмотреться такое, какой-то треши. Не знаю, что-нибудь типа там ты заходишь в магазин. Вот я был на севере как-то в городе Харидвари. Зашел в магазин. Я не помню, что я хотел купить, но это и не важно. И там просто у него как бы за прилавком лежат просто насыпи всяких разных. Насыпи всяких разных круп. И на этих крупах сидят мыши и жрут что-то. Я ему говорю, у тебя крысы как бы там мыши. Он посмотрел такой, как бы поворачивается ко мне и говорит, и что? Я говорю, ну, нифига себе, как что, блин, чувак, у тебя грызуны. Там инфекция, вся фигня. Он говорит, а, пофиг. Я говорю, нифига. Ну, да, и обезьяны тоже. Первых агрессивных обезьян я, наверное... Ну, они как, относительно агрессивные, конечно. Наверное, первые агрессивные обезьяны я видел где-то в Решикеше. Вот там они прям нападали на туристов. Забирали у них там очки, телефоны. И туристы потом у них, короче, вымаливали обратно эти свои вещи с помощью всяких вкусняшек. И обезьяны отдавали. И индусы, которые стояли рядом, отдавали, короче, рекомендации. Ну, типа, ты сразу три банана не давай. Ты дай сначала один банан, потом еще один. Ну, и на третий она тебе отдаст твой телефон. На самом деле, так смешно было. А в Варанасе, да, в Варанасе там... Как... Вот ты же долго, да, прожил в Варанасе? Там Мулан-Сарай, там какой-то есть... Какая-то населенный пункт или станция, железнодорожная станция. Мулан-Сарай она называется. Блин, нет. Не так она называется. Я понял, о чем ты говоришь. Ну, что-то там сарай, там типа железнодорожная станция, через мост переезжающая. Да, 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 да. И от этой железнодорожной станции хорошая транспортная развязка. То есть ты можешь уехать в любую точку Индии максимально комфортно. Ну, относительно, насколько это позволяет индийские вообще. Индия, индийские железные дороги, насколько это позволяет. И вот там я, короче, видел, блин, крысу, которая, она размером как кошка, может быть, даже побольше, жирная такая, огромная. И она чисто гоняла об этом. Она, короче, ходила в, как это сказать, в кафешке. Я зашел в кафешку поесть, и там ходила эта крыса. Я им говорю, у вас крыса тут. А она чисто как домашнее животное такая, ходит как бы возле людей, возле ног прям, собирает какие-то штуки. Она здоровая еще такая. И они такие, да это нормально, это наша крыса не переживает. Я что-то вообще подофигел. Ну, думаю, блин, этой ситуацией надо воспользоваться и как бы прожить ее максимально. Заказал еду и поел, и покормил крысу еще немного. Нормально. Только хотел тебя спросить, поделился, нет ли? Я в Мубае, когда жил, там прям животные очень дружелюбные друг к другу. То есть там кошки тусят с собаками. Там свиньи жили, короче, недалеко. То есть мне было видно свиней этих диких. И там идет свинья, короче, у нее на спине сидит ворона. Катается. Ну, круто же, да? Вообще, это отдельная, я говорю, отдельная. Крысы рядом с кошками, да, тусят. Да, да, да. Я помню, в Дели я останавливался у своих друзей. И ты такой выходишь на балкончик покурить, а там белки и бурундуки бегают. И ты такой, вау, нифига. А вечером, короче, садится солнце, прилетают совы, орлы, короче. И ты думаешь, охренеть просто вообще. И они как бы не пугаются, они просто садятся рядом с тобой и как бы что-нибудь делают. Ну, там, сова на соседнюю ветку села и смотрит на тебя. Ты на нее смотришь и думаешь, охренеть, сова в Дели. Ну, да, орлов там много, орлы вместо ворон вообще. Орлы там вместо ворон вообще. Орлы, да, орлов. Охренеться, ну. Слушай, вот обычно люди, ну, допустим, я по себе знаю. Я, допустим, сначала вел, короче, такую статистику, сколько штатов я посетил в Индии. Как у тебя? Ты вел такую статистику? У меня были мапсми. Нет, я не вел статистику по штатам. Я на карте мапсми расставлял звездочки и потом такой смотрел, сколько там звездочек, как они идут. Ну, а потом я перестал этим заниматься. Ну, да, это быстро, быстро наскучивает. Слушай, а есть ли какое-нибудь любимое место у тебя в Индии? Наверное, в Варанась. Ну, город какой-нибудь. Варанась? Варанась. Слушай, в Варанась, да, я много встречаю людей, которые были в Индии и частенько спрашиваю, какое у тебя любимое место в Индии. Ну, и многие на самом деле говорят, типа, я вообще не псих, чтобы возвращаться туда еще раз. А когда они тебя спрашивают, есть ли у тебя какое-нибудь место любимое в Индии, я им говорю, ну, типа, я бы мог выделить несколько мест. В основном, это Дарамсала, Харидвар и Варанась. Ну, типа, это вот Варанась реально одна из самых, вообще, моих мест любимых в мире. И они смотрят на тебя такими огромными глазами и говорят, да ну нафиг, как, как может это нравиться? Так что я тебе понимаю, что в Варанась такое место, которое, блин, которое невозможно не влюбиться только из-за того, что это какой-то стокгольский синдром, можно сказать так. Вроде как бы пиздец какой-то, а вроде как бы настолько круто. Такие эмоции мало где ты можешь пережить в современном мире. Я считаю так. Ну да, да, да. Ну там все такое прям настоящее, никто ничего не скрывает. Как бы, ну смерть там, раз кто-то умер, пофиг, сожгли, короче. Потом, ну, ты знаешь, если бы там, наверное, не было этого Муна Хаус, я бы не прожил там столько времени. То есть... Муна. Тоже культовое место, да, это Муна. Ну да, да, да. Слушай, у меня знаешь, с чего началось мое путешествие в Варанась? Я приехал туда с одним сектантом и с одной девушкой, которая впоследствии стала моей девушкой. Мы заселились в отель, и на следующий день мы пошли, естественно, к маникарнике. Маникарника Гейт. Ну это там, где зажигают трупов. И все, она говорит, у меня тут какие-то друзья, там ля-ля-ля-та-па-ля. Я говорю, ну прикольно, что пойдем. И вот мы приходим на эту маникарнику, и там стоят какие-то молодые индусы. Там реально чуваки, им лет по 20-19, наверное. И один индус такой кричит радостно. Он стоит, мы, короче, смотрим. Я в шоке. Я первый раз вижу столько костров. Я вообще первый раз вижу, как людей кремируют. И вот, и там было еще какое-то рекордное количество костров, 26-их что ли на тот момент было. И они все горели, короче. И там просто на моих глазах притащили какой-то труп, бросили на костер, разожгли. И это все горит, короче. И все, и мы пришли туда с этой девушкой. Она говорит, о, вон мой друг. И он ее увидел тоже. И он кричит, эй, привет, Лена. Она им кричит, привет, что ты там делаешь? А он, короче, стоит возле костра, где догорает труп. И говорит, у меня упал в воду телефон. И вот я сушу телефон. И улыбается, смеется. Я на это смотрю на все. У меня просто вообще, как бы, это... Вот эта вот вся ситуация, она как бы не укладывается в голове. Ты думаешь, что вообще за сюрприз происходит? Что за движуха? Что это такое? Как-то так у меня это все произошло с Варанаси. Что бы ты посоветовал для наших, для людей, которые сейчас нас слушают, посетить в Индии? Ну, наверное, я бы начал с каких-нибудь природных красот. Возможно, если вы никогда не были в Индии, тогда, наверное, стоит поехать сначала в Гоа, оттуда двигаться куда-нибудь еще. Чтобы не было слишком большого шока культурного. А то начать я знаю одного чувака, который начал свое путешествие в Индии с Кумхмелы. Он вообще нигде не был, короче, до того, как приехал вообще ни в какую страну, по-моему, он долетал даже. И, короче, он прочитал про эту Кумхмелу и захотел посетить ее. Да, бывает. Взял билет в Индии и полетел на Кумхмелу. Так что, да, я считаю, что для психики это, как бы, самая адекватная вот эта вот адаптация, да. Прилетел на Гоа, там все так мягенько, спокойненько, а потом уже пошел куда-нибудь в горы съездил. И потом в Варанаси уже. Еще что-нибудь такое. Окей, помимо Гоа, что бы ты еще посетил? Хорошо, вот, допустим, да, ты дал совет чуваку, который только решил начать, как бы, путешествовать по Индии. С чего-нибудь лайтового, типа Гоа. А чего-нибудь поинтересней? Что бы ты посоветовал? Поинтересней? Я бы прокатился по восточному побережью, там чистое море, Ауравиль, туда бы я съездил, это рядом с Падичери. Классные джунгли там, а потом я бы посоветовал съездить на Тиру в Миналай. Ты же там был, насколько я знаю? Я был там, да. Вот. По поводу Кум Хамела хотел рассказать тоже. Там, правда, очень аутентично. И я угорал там, там, я чувствовал себя, как в игре какой-нибудь ММО, РПГ. Знаешь, там есть, в ММО, РПГ есть всякие вендоры. То есть ты ходишь там, играешь, потом собираешь какую-нибудь там хрень, которая тебе падает с трупов, там какой-нибудь рок, чего-нибудь, или что-нибудь такое. И потом идешь, и ты сдаешь, короче, местному продавцу. И вот прям там такие же продавцы. То есть я подхожу, и там стоит лавочник, у него лавка, и там коготь тигра, череп вороны. И какой-нибудь там волосы яг, еще какая-нибудь вообще телега. Я такой думаю, что вообще происходит? Слушай, нифига, да, у всех свои опыты там на Кумхамеле. Мы искали керосин. Я думал, короче, ну, я с Жекой там был, а Жека же он типа этот, фаер, короче, фаер-шоу делал. И все, и он такой, мне нужно найти керосина. Я говорю, где ты найдешь керосина? Здесь, тут как бы везде электричество. Я даже не знаю, для чего здесь вообще может быть нужен керосин. Он такой, ну, может, для чего-то нужен. И все, мы вышли на дорогу, подошли к первому встречному чуваку и говорим, нам нужен керосин. Он говорит, вон там. И мы пришли, и там целый огромный, короче, такой этот, как я не знаю, запас топлива. Такая нефтебаза, знаешь, такая огромная. И там просто настолько дохрена этого керосина. Я просто даже не знаю, я не видел, чтобы они где-то что-то делали керосином. Но его было настолько дохрена. Видишь, ты сейчас рассказываешь про кокоть тигра. Я вот таких не видел, кстати, там. Хотя я прожил там неделю или две недели. Ты, кстати, сколько был на Кубхамале? Я, по-моему, около двух-трех недель я там прожил. Ну, как мы сначала поскитались примерно неделю в поисках, где остановиться. Ночевали там по разным лагерям. То есть там из Ашрама, короче, в Рано-Осийского была знакомая тетка, немка. И вот у нее там мы останавливались сначала. А потом как-то случайно... Ну, мы искали все это время лагерь Радуги. Лагерь Радуги мы почти нашли. То есть мы не доехали до него один километр. И нас остановили чуваки, когда мы ехали на рикше. И такие, типа, баба вас зовет? Какой-то там прям приходите. Ну, ладно, мы что, согласились. Вылезли из рикши, зашли в гости с бабой там посидеть, покурить. И он такой, о, говорит, я, типа, спрашивал Шиву ночью, чтобы он мне послал там четыре ученика. И вот вы там четыре белых. Давайте вы меня будете, короче, учить английскому. И живите сколько хотите. Вот вам сейчас построят шатер отдельный. Еда, вода, кара, вообще, сон. Оставайтесь. Мы такие, ну, ладно, что. Зачем нам, в принципе, ехать в лагерь Радуги? Там же хипари, а мы все-таки приехали на Кумхамелу. То есть на Радуге с хипарями можно на любой потусить. А тут свой опыт надо получать. И остались в Ашраме. И вот, ну, мы там жили в Ашраме неделю, наверное, три, да. Прикольно. Ну, там, там, что готовишь, готовишь язу, короче, кормишь людей этим просадом. Идут какие-нибудь чуваки. И он такой, эй, стой, иди сюда. Просад, просад. Ну, да. Слушай, Радуга, я вот приехал на эту Радугу. Мне настолько скучно там было. Ну, там чисто такие, знаешь, как бы, да, хипари, которые собрались. Они там какие-то хороводы делали. А тут, блин, ты тебя за забором, короче. Мы тоже ходили. Мы, короче, с этим Жекой. С чуваком с этим. Мы просто идем, короче, уставшие. Не спали двое суток. Искали. Искали по твоей, кстати, наводке. Там кого-то там. Но к нам подошел какой-то чувак на отличном английском и сказал. Типа, куда вы идете, ребята? Мы им говорим, да мы просто идем. Типа, ищем что-нибудь. Он говорит, пойдемте со мной. Мы такие, ну, пойдем с тобой. Все, оказалось, чувак у него наполовину индус, наполовину американец. Играет на флейте. И он нас привел к кришнаидам, короче. И вот мы вписались к кришнаидам. И тусили с этими кришнаидами неделю. Они как бы оказались прикольными чуваками. Я когда ехал на Кумхамэлу, я думал, там будут все делать сурья намаскар с утра до вечера. А по сути, они как бы там все накуривались. И просто мужики выехали за город в палатки потусить. Ну, и заодно какие-нибудь религиозные свои приколы сделать. Как мне показалось. Как бы такой Кумхамал, это моим ощущением. И вот мы там остановились и ходили, изучали территорию вокруг. И однажды нас тоже так... Ну, там, сам понимаешь, да? Ты только выходишь на улицу, и те, кто им откричит. Эй, ребята, идите к нам. Чай будете? Ты сначала начинаешь пить чай, потом тебе есть, переносит. А потом как бы у тебя есть все вообще необходимое. И тебе вообще говорят, оставайтесь здесь жить. Можете ни о чем не париться. И ты такой думаешь, да ну нафиг вообще, куда бы ты не пошел в этом квадрате 10 на 10 квадратных километров. Везде такая движуха. И ты думаешь, охренеть. Вот. И однажды мы попали к чувакам. Они какие-то такие прям рабочие-рабочие шиваиты. Один все кричал нам. Баран Раджастан. Приезжайте ко мне в Баран Раджастан. Я этот Баран Раджастан никогда не забуду. Я обязательно туда съезжу к нему. Короче, первым делом один из самых таких альфа этих чуваков сказал, вы откуда? Мы говорим, мы из России. Он открыл свой кошелек и достал из кошелька. Он, кстати, был похож на Мишу Галустьяна. Он такой же маленький, с бородой, короче. И вот прям такой же какой-то вообще реально один в один. И все, и достает, короче, 50 рублей русские. И говорит, это вам, чуваки. Вы такие, офигеть, спасибо. Я вам подарил его Жеке. Но это как бы так. Вот. Самое интересное, что там происходило. У них был Баба. Я не помню, как его звали. Один был Лохосери Баба. Тоже прикольный чувак. Он такой, знаешь, какой-то. Ну, прикольный такой, интересный мужик. А один был, короче, такой уже старый, лысый, с бородой Баба, который ничего не ел и не пил. Он, короче, дал клятву ничего не есть и не пить. Только курить чилом. И пить масал идти. И вот сидит, короче, этот чувак перед нами. Мы перед ним, они говорят, это святое, его надо уважать. Ну, мы как бы как по традиции, по уважению, естественно, как бы трогаешь его ноги, да, как бы. Ну, типа ты уважаешь. Ну, действительно, есть за что уважать чилка. Не каждый за это, как бы, сможет решиться. Ничего не есть в течение, там, скольких-то лет. Только курить чилом и пить чаёк. Вот. И на самом деле персонаж очень интересный. Он всё время молчал и пил чай. И курил. И мы с ним тусили три дня. И три дня я смотрел, чтобы он ничего не поел. Ну, мы как бы тусили. То придём, то уйдём, то придём, то уйдём. Но так или иначе, он действительно ничего не ел, когда все остальные кушали. Да, кумхамела, это, конечно, такая вообще... Блин, по возможности я буду, наверное, туда гонять каждый раз. Каждые три года. Ты что скажешь? Ты вообще что думаешь по поводу кумхамела? Ну, интересный опыт. Каждые три года я бы не стал туда ездить. Но вообще я бы посетил, наверное, ещё раз. У нас там был вот этот баба, который нас приютил. Это был... Кушал Барти некий. И я гуглил, что это за чуваки. Это вообще оказались религиозные наёмники. Они там с военными каким-то образом завязаны. Прикинь. И... Я потом ходил по Аваранасе и такой там... Какой-нибудь баба сидит такой, типа, пойдём покурим. Я такой, ну, сел, покурил там с ней. Типа, становись моим там учеником. Я такой, у меня есть гуру. Он такой, кто? Я говорю, кушал Барти. Он такой, вау! Известный чувак-то оказался. Вот. И он нам пробил проходки журналистов на открытие. То есть там, когда было у них шествие, самый главный день, туда не пускали обычных людей, ну, как зевак. То есть они должны были заходить после шествия на кабабов и могли пройти только журналисты. Он такой, ну, короче, давайте я вам это... Оформлю, пропускать журналистов. Оформил, он нам пропускал. Мы там тусили впереди всех. Ну, круто. И... Слушай, давай расскажем. А, продолжай, продолжай. Да. Ладно. Не-не, продолжай, продолжай. Да, короче, когда мы ездили на джипе, там они ездят тоже на двух джипах. Доезжаем до перекрёстка, там же, ну, прям, город вырастает. Десять квадратных километров, то есть там светофор. Ну, чуть ли не светофор, светофоров нет, но регулировщики стоят в движении. И стоит мент на светофоре. И они такие, косяк передают из машины в машину. Я говорю, ну, ничего, нормально, вон стоит чувак. И мне тип такой с рулём, типа, это Кумхамелло, здесь no government rules, only baba rules. То есть законы этих бобов только действуют. Ну, вот такие дела. Ну, да. Ну, слушай, Кумхамелло, такое место, да, там реально публика настолько разношёрстная, что просто думаешь, охренеть. То какой-нибудь аскет стоит, который просто как бы на одной ноге там стоит. То, блин, военные машины, полицейские машины, какие-то бизнесмены. Кто-то и приезжает там, не знаю, на верблюдах, кто-то на слонах, кто-то на последних там моделях джипов. И ты думаешь, охренеть вообще, чё это такое, чё происходит, куда я попал? Что за сериализм в очередной раз? Ну, да. Слушай, вот я думаю, что нашим слушателям было бы интересно узнать вообще, что такое Кумхамелло. Это мы разговариваем, разговариваем, это большинство людей, они просто даже не понимают, о чём идёт речь. То есть Кумхамелло — это праздник кувшина, да? Это, да, типа праздник кувшина, это типа Рождества, что ли, наверное. Типа крещение, там все купаются тоже и смывают с себя карму и проходят это в разных местах, насколько я знаю. Но я вот когда был, это было на Сангаме, это слияние трёх рек, типа главных, и нужно пойти, совершить омовение, там карма твоя будет смыта, всё такое. Вот, и, ну, так в мировом значении это вообще самый большой религиозный митинг людей. То есть в 2012 году, насколько я помню, там было 120 миллионов народу. Ну да, 120 миллионов народу, просто как расселение России, да? Прикинь, просто приехала. Ну да, проводится, насколько я читал, это проводится каждые три года. То есть она называется Кумхамелло, ещё как-то это там, ну, суть примерно та же и проводится в разных местах. То есть вот когда мы с тобой там были в тот год, в девятнадцатом году, это было возле Аллахабада. Это был, короче, по-моему, шестой, да, раз в шесть лет, который проводится. Следующая будет, которая проводится раз в девять лет. Она будет проходить где-то возле Харидвара. А потом следующая, ещё где-то, то ли в другом месте, то ли опять возле Аллахабада. Ну и вот так вот это всё чередуется, и всё это зависит от цикла. В этом году была... Циклов там, планета. Тоже, у меня друг ездил, в этом году была тоже, возле Харидвара как раз. Не, они, они, они каждый год, они каждый год проходят. Эти Кумхамеллы просто вот прям такие масштабные, что прям вот как вот мы попали, да, мы попали, которые проходят раз в шесть лет. Это прям очень крутая Кумхамелла. Я бы хотел попасть на ту, которая проходит раз в двенадцать лет. То есть через три года, по сути, надо будет ехать. В 2024-м, да. А в этом году где было? По-моему, возле Харидвара. Да, вот мне, по-моему, тоже. Вот это как раз потому, вот это Кумхамелла, которая проходит раз в девять лет. И вот следующая Кумхамелла надо будет смотреть тоже, где она, где она будет проходить. Слушай, а в Варанасе, как долго ты прожил в Варанасе? В общей сложности месяцев девять я, наверное, там провел. Ну, я так приезжал, уезжал, то есть у меня там то виза заканчивалась, то еще что-нибудь. Может, месяцев десять. Вот так. Слушай, это офигеть же, просто десять месяцев в Варанасе. Кажется, ты просто приехал туда одним человеком, уехал совершенно другим. Досмотрелся, наверное, всего, на всю жизнь. Теперь тебя ничем не удивить. Люди обычно оттуда уезжают, такие, а, я не вернусь, короче. Я такой думаю, в Варанасе это было первое место, о котором я подумал. Ну, что я, короче, я прям точно приеду вот сюда, обратно. И чем ты там занимался? Что делал в Варанасе? Я жил, бил татушечки там. У тебя, по-моему, видос даже с этим есть. Один раскрашивал стены во всяких отелях. Ну, и, по сути, просто играл музыку, убил татухи, раскрашивал стены и смотрел на всю эту культуру изнутри. Учил язык? Я там просто язык, да нет, на самом деле. Язык, я даже не помню, где я начал его учить. По-моему, в Мумбаи я туда жил, я такой прям заморочился и начал смотреть уроки там всякие. А до этого я так, что значит это слово, что значит это слово, что значит это слово. Но из слов собрать предложение я, наверное, не мог тут в то время. Ну, слушай, я помню, когда мы с тобой прощались в Варанасе, ты там что-то пытался даже скоммуникатировать с продавцом в кафешке. И он тебя даже понял. И ты его понял. Так что у тебя уже там был какой-то скилл в тот момент. Ну, это, знаешь, такой скилл, типа, как у вас дела, у меня всё хорошо. Ну, а как сейчас у тебя уровень? А как у вас? Вот из your name. Вот из your name. Абксх, да? Абксх. Киди, да нормально. Абксх. Ну, сейчас нормально, сейчас я знаю грамматику там какую-то, могу кое-как отговаривать. Писать можешь, можешь писать на хинь. Да, могу. Читать. Читать могу. Не всегда, правда, понимаю, что читаю, но прям воспроизвести то, что написано в звуках, я могу точно. Слушай, и как у них алфавит больше похож на что? Ну, к примеру, допустим, английский и русский взять. Больше похож на английский или на русский? Ну, типа, когда ты читаешь, допустим, слово, то есть в английском, ты хрен поймёшь, как читается, как бы, допустим, да? А в российском, да, буквы, которые есть, ну, примерно всегда одинаково. В российском ты тоже, нет, это не так. В российском о читается как а, а читается как о, ну, как бы, нет, это не так. Это ты просто привык. Ну, это понятно, что там есть свои нюансы небольшие, но о читается как а, но, как бы, там, си читается как кей, да, какая-нибудь там. Ну, типа, в английском ты понимаешь, о чём я говорю, что там в английском совсем с этим всё плохо. Да, я понимаю. Ну, типа, в российском всё равно он может, там, о, как, а, и, как, э, как, у, там, что-нибудь такое, и, как, эф. Ну, в логе довольно мало расхождений, то есть, там довольно точное письмо, то есть, если ты видишь слово, ты знаешь, как оно читается, если ты знаешь буквы. Там нету много разных трактовок, поэтому с какой-то стороны это просто. У тебя не возникает там слишком много думок, как же это прочитать. Вот ты видишь набор букв, и ты знаешь, что это читается именно так. Поэтому, когда я учил язык, хинди, есть же транскрипизация на английский, где латинские буквы со всякими там чёрточками сверху. И я смотрел на эти транскрипированные слова и такой думаю, а вообще, как это читать? Потом смотрел на оригинал такой и думал, ага, вот это читается вот так. Ну, то есть, неудобно мне было читать, учить латинскими буквами. Скажи что-нибудь на хинди сейчас. Подписывайтесь на канал, можешь сказать? Подписывайтесь на канал, нет, не могу сказать. Не знаю, как будет, подписывайтесь. Намаскар, достон. Что это значит? Намаскар, это здравствуйте, это достон. Друзья. Или харлок, намасте. А, достон, это друзья? Ну, это типа множественное число. А что значит харлок, намасте? Харлок, это все люди. Все люди. Здравствуйте, люди. Я в основном, знаешь, привык, короче, торговаться. Я в основном привык торговаться и осаживать там всяких больно наглых продавцов, поэтому что-нибудь могу сказать. Эээ, рээ, бахут мохэнга, эээ. Что это значит? Софит лок келье, спешл прайс. Ну, типа, что, специальная цена для белых людей? Да, ну, такой вопрос меня мучает, короче. Чем отличается намасте от намаскар? Забей. Нет, отличий. В разных локациях используют разные. Ну, типа, это одно и то же? Да, это одно и то же. Это разные варианты. Что ты имеешь в виду в разных локациях, где основной язык хинди? Хинди, в принципе, государственный язык, но... Ну, это понятно. Хинди, в принципе, государственный язык, но где-нибудь на севере, ой, на юге никто не может говорить на хинди. Ну, не то чтобы уж никто не может, но много людей не разговаривает на хинди. Я не знаю, может быть, это принципиально они делают, когда ты притаешься коммуникатировать с людьми, ты говоришь намасте. А они, как бы, ну, понятно, что они понимают, но они говорят, мы не говорим на хинди. Тебе заявляют. Да, такое только... В Томиле мне только кажется, такое есть, что они прям... Ну, в Томиле? Подожди, в Томиле ты где? В Томил-на-Ду. В Томил-на-Ду. Да, у них там, ну, они гордятся своим, там, супер древним языком, он, типа, они считают его самым первым, там... Чуть ли не на планете. Вот это вот весь юг, Томил-на-Ду, да, какой-нибудь там. Блин, я уже... Мне сложно ориентироваться сейчас в этих штатах. Я уже не помню, как они называются. Но там, где Керала, да, вот, там они все плохо... Ну, не плохо, не очень охотно говорят на хинди. У них там свой, там, какой-то там тамиланский язык. Да, у них свой язык, который они считают самым древним. Ну, просто это один штат такой. Есть кто-то, кто не очень говорит на хинди, потому что у них есть свой. А кто-то есть, кто очень не говорит. То есть, у них прям утомились в такое презрение к хинди, что ли. Они гордятся своим, то, что он там супердревний и все такое. И поэтому с ними лучше разговаривать на английском, чем на хинди. Ты был, кстати, где-нибудь там в Керале? Не, я так не доехал до туда. А Керала — это какой штат? Это штат Керала же, да? Да, это штат. Это, по-моему, штат Керала. Самый южный, по-моему. Вот. Ну, да, или самый южный, или пред там. Ну, там где-то, да, прям на юге-на юге. Ты знаешь то, что Керала — это, короче, коммунистический штат? Там все в коммунистической символике. Там везде Ленин, короче. Нет, везде вот эти, знаешь. И это, на самом деле, тоже разрывает твой шаблон. Допустим, ты путешествуешь по Индии, да? Ты там два месяца назад был в Варанасе, где просто трупов жгут. Там какие-нибудь агори тусят на другой стороне, которые там рассказывают тебе, как они вылавливают трупы из реки и делают свои религиозные там какие-нибудь, не знаю, свои религиозные обряды, там вплоть до съедания кусочком мозга. И у тебя от этого взрывается мозг. И ты тут приезжаешь, короче, в Кералу, а там все в коммунистической символике. И ты думаешь, охренеть, вот это страна, вот это вообще, что происходит? И помимо того, что там везде коммунистическая символика, там везде, как полагается, как Индия, везде все в храмах. И вот как бы храмы и коммунизм. И ты думаешь, что вообще происходит? Как так? Как это вообще могло произойти? Все уживаются. В Непале тоже уживаются. У меня разрыв шаблонов был. Помнишь, мы ходили по этому верхнему мустангу и там дом с этим... Какой-то сарай, короче, и на нем огромный серп и молот. Так там... Там-то это понятно, откуда этот серп и молот. Там же Китай строил вот этот шелковый путь. Хотят они там, я так понимаю, возрождать. Они строят дорогу через Тибет, через Непал, в Индию. И, скорее всего, это просто рабочие китайские. Ну, я так думаю. Ну, типа у Непала я не думаю, что Непал заинтересован в строительстве такой дороги. И что у них там есть такие деньги прям. Ну, сам видел, какие дороги в Непале. То есть у них, я думаю, они бы вложили эти деньги, которые бы они построили на постройку этой дороги, допустим, да? Вложили бы на те дороги, которые ведут к населенным пунктам. Ты помнишь, как мы ехали первую ночь в этот Мухтинат? Как просто там ночью весь автобус вышел, чтобы просто толкнуть. Автобус забуксовал, и все толкнули просто, чтобы автобус поехал дальше. Ну, и когда ты едешь обратно там куда-нибудь, тебе постоянно там всякие осыпи. Это, во-первых, и опасно. И по времени долго, да, ты там ждешь, пока устранят этот завал. То есть у них есть, куда эти бабки потратить. Я думаю, что это Китай строит. Ну, иногда ты не ждешь. Иногда ты не ждешь, иногда ты просто выходишь, короче, и идешь пешочком до следующего автобуса. Я тут видос видел, как они отправляли через, короче, по канатной дороге и отправляли автобус. На другую, как бы, вниз, знаешь, через ущелье такое. Тоже, как бы, да, это разрыв шаблонов. Но тут все равно немножко другое. А там прям штат коммунистический. То есть у них правящая партия этого штата коммунисты. И все в символике. Все в красных флагах. И все в этих храмах. Я думаю, что, ну, блин, вообще, эклектика такая, эклектическая, самый эклектический штат, наверное, который вообще самое эклектическое, что я видел в своей жизни. Так, и, значит, ты в Варанасе прожил 8 месяцев, да? Есть что рассказать интересное про Варанасе? Что-нибудь такое, что мало кто знает. Что мало кто знает? Слушай, я даже не знаю. Можно насобирать там костей. Ну, я помню, как ты делал пепельницы себе, да, ты делал из этого? Из костей? Ну, нет. Ой, из черепа. Миксбол. Да, у меня был. У меня до сих пор есть. Я в нем резинки храню и всякую мелочь. Ты его в Россию привез? Да. Да ну нафиг. А че, ну, типа, там, блин, а если бы тебя на границе спросили, что это? Че бы было интересно? Сувенир, пластик. Ты говоришь, пластик все-таки? Пластиковый сувенир, ну, блин, кто отличит? Мне кажется, как бы, ну, кость от пластика. Ну, или сказать, там... Слушай, индусы вообще, короче, думают, что это кокос с самого начала, так что вообще пофиг. Кокос, я говорю, да, кокос. А че, где ты нашел, расскажи. Да на другом берегу Ганги. Там же, когда жгут всех-всех товарищей, там есть категории товарищей, которых не жгут. То есть, там не жгут детей, укушенных змеей и беременных. Их просто сбрасывают в Гангу. Их Ганга выкидывает на другой берег. И вот там много такого добра. Слушай, а как это? Мне вот такой еще вопрос интересует. Один чувачок мне рассказывал про пресноводных дельфинов, которые вводятся именно в Варанасе. Ты видел их? Я не видел такого ни разу. Не буду рассказывать тебе про пресноводных дельфинов. А крокодилы там есть? И крокодилов тоже не видел. Просто некоторые там еще утверждают, что там крокодильчики есть. Завелись крокодилы. Да... Ну, это не точно. Все у вас... Пресноводные дельфины вроде. Ну, ты не знаешь, что это не точно. Понятно. Ну, и потом ты уехал, получается, из Мумбая. Ой, из Варанаси ты уехал в Мумбай. Из Варанаси я уехал один раз в Непал. Один раз я еще раз уехал в Непал. Потом один раз я из Варанаси уехал в Ауравиль. Жил там в замке у чувака, у которого летущие мыши дома живут, короче. И эти пикок, павлины на крыше. Прям у него замок такой в джунглях. И все это ограждено бамбуком колючим. Вот. И потом один раз я уезжал в Уго из Варанаси. И один раз в Мумбай, да. Ну, вот последний раз ты уехал в Мумбай. Ты уехал прям жить в Мумбай. А это во время ковида, когда я там путешествовал? Во время ковида я... Там были локдауны. И я на самом деле уехал в Уго из Варанаси. Но я ехал через Мумбай. И я там... Так как Мумбай был, в принципе, закрыт. Я спрыгнул за одну станцию, до Мумбая с поезда. И просто сел на другой поезд, который шел в Го. И прожил я в Го на неделе три. Что-то у меня там не срослось. Мои ожидания с моими планами. И с тем, что происходило. И я собрал Мумбай. И поехал в Мумбай уже. И в Мумбай я, наверное, прожил... Вообще, самый длительный период, который я жил где-либо в Индии на одном месте, не переезжая. Сколько? Как долго? Где-то месяцев семь я прожил без переездов. Обычно у меня больше трех месяцев не выходило. То есть я там двигался то туда, то сюда. Но в Мумбай мне прям понравилось тут жить. Я от многих людей там слышал, что там делать, грязно, народы, там все такое. Я не знаю, мне прям зашло. Слушай, я в Мумбай был много раз. Я, конечно, там не жил так долго, как ты. Но прям вот центр Мумбая, я от него прям в восторге, если честно. Вот эти вот постройки английские. Вокзал Виктория. Там, не знаю, возле вокзала Виктория ты идешь где-нибудь там рядышком по улице в сторону центра, куда-нибудь двигаешься, какие-нибудь там гейты, Мумбай гейты. Ты идешь в эту сторону Мумбай гейта, и по пути тебе попадаются всякие замки. И ты такой идешь, смотришь, думаешь, нихрена себе, замок, вау. Подходишь, короче, к замку, чтобы посмотреть, что это такое. А там просто стоят чуваки, короче, возле замка. Там такие, как-то не пристроенные. Я уж не помню, то ли будки, то ли пристройки. И из этих пристроек толщат пулеметы. И чуваки стоят, короче, все время на стрёме с этими пулеметами. И ты такой смотришь, думаешь, что там внутри такое вообще в этом замке. Что это за замок? Подходишь ближе и читаешь, там, главное, там, полицейский участок. Чуть ли, не знаю, Мумбай, не Мумбай. Но, короче, ты просто понимаешь, что это полицейский участок. Ты думаешь, охренеть, полицейский участок. Идешь дальше, там, смотришь, еще какой-нибудь замок. Там госпиталь какой-нибудь. Вокзал тоже такой, ну, интересный. Метрополитен к Мумбаю очень интересный, на самом деле. Я так и не понял, как там платить надо. И ни разу не заплатил за него, если честно. За что мне очень стыдно. Ну, может, не очень стыдно, конечно. За Метрополитен, как... Да, за поезд. Нужно ли вообще за него платить, думаешь? Ну, вообще, да. Типа, 10 рублей стоит билет. 10 рублей всего? Да. Да, доехать в любой конец Мумбая стоит 10 рублей на поезде. Метро стоит, по-моему, там, до 30. Метро дороже. Ну, я вот не знаю, метро чем отличается, метро. Я вот гонял на таких, знаешь, как бы, которые на земле ездят. Там есть вагоны для женщин. Ну, для женщин вагоны везде есть. В Индии. Это немножко не то. Короче, там такие поезда просто по земле гоняют и в разные районы. Ну, да, да, да. Ну, я последнее время платил, как бы, если мне ничто не мешало, типа, очереди. То есть, я подхожу, там, смотрю, если очередь стоит, 5 человек, да я... Нафиг мне надо стоять в этой очереди? А так, поначалу я просто говорил, я не понимаю твой язык, короче, все, иди в жопу, что ты от меня хочешь? Ну, если кто-нибудь посходил, у меня что-нибудь спрашивало, я прям, у меня говорил, я не понимаю. Но от этого отвыкаешь со временем. И, ну, ты же понимаешь, уже начинаешь реагировать такой, что штраф? Да пошел ты, короче. Вот. Ну, я ни разу не нарвался там на контролера. А нет, один раз, короче, мы нарвались на чувака, короче, который нас хотел... Отвезти, там, к главному на станции, потому что не заплатили. Я ему говорю, слышь, куда ты меня ведешь? Я тебя вообще спросил, где выход? Пошел ты, короче. Развернулись ушли. Ну, я думаю, что индусам надо платить. С индусов бы забрали штраф. Но в любом случае, 10 рублей, да, или 30, там, рублей, это же вообще, как бы, копейки. Прикинь, вот просто, там, в одном из самых крупных городов. Да, это копейки. Ну, просто иногда, чтобы их заплатить, нужно... Иногда, чтобы их заплатить, нужно простоять огромную очередь, и, как бы, вот уже уезжает поезд твой, на который ты можешь либо прыгнуть, либо встать в очередь из 10 человек и ждать, там, следующего поезда 20 минут. Нафиг это надо. Нет, да это понятно, это понятно. Я просто к тому, вообще-то, что как-то все устроено, да, организовано, тут организован социум, то, что тебе нужно всего лишь, там, 10 рублей, чтобы добраться в любую точку. В любую точку, там, Мумбаи за 10 рублей. Ну, типа, очень дешево, просто вообще нереально дешево, в сравнении даже, допустим, с нашей страной. Да, да, да. Да, тут даже в Нижнем Новгороде 30 рублей стоит маршрутка сейчас. Я не говорю про Москву. Где ты жил в Мумбаи? Ты снимал отель? Нет, я жил в квартире до того, как я уехал в... Я же ездил в локдаун в Чатисгар и потом в Аранасе я был. До этого я жил у друзей на квартире. Я к ним приехал и вроде бы как мы должны были складываться вчетвером на квартплату. Но в итоге они до локдауна все разъехались по домам и никто не вернулся обратно. Я там жил за 4 тысячи в огромной студии двухкомнатной. Вот. И потом, после того, как я приехал, я уже снял один квартиру и цены были вроде бы ниже, потому что, опять же, локдаун и цены на жилье, в принципе, на аренду упали. То есть, ту квартиру, которая стоила до этого 14-15, я снял за 10 в месяц вместе с электричеством и вообще всеми делами. То есть, это прям фулл пак. Как далеко от центра? Как далеко от центра? Где-то полчаса на поезде. И до поезда минут, наверное, 20. С 10 тысяч рублей можно снять в Мумбае в жилье, да? Относительно неплохое. Ну, если у тебя есть друзья индусы, то да. Слушай, ну и чем ты занимался в Мумбае? Чем ты зарабатывал на жизнь себе? Я снимался в кино и занимался криптой. Криптовалютой? Да, я начинал заниматься этими аирдропами, потому что мне было что-то не кайф вкладывать деньги. Я не понимал, куда я их вкладываю и все такое. То есть, я там хотел заработать себе первую крипту без вложений. Вроде бы у меня получилось. И я вложил ее, получил больше, потом получил больше. Потом я понял, что, ну, в принципе, можно вкинуть туда денег и что-то заработать. Ну, и нормально стало у меня получаться все. Я сейчас вот веду канал. Завел себе канал в YouTube тоже. И снимался в кино я там еще. Снимался в основном в бэкграунде. То есть, это мебель из белых людей. Встань в тот угол, стой там. Или иди из того угла в тот угол. И в конце концов, я думал, что, блин, я хочу сыграть какую-нибудь там хотя бы второстепенную роль. Или какую-нибудь роль там с разговором. И когда я собрался уезжать уже из Мумбаи, я такой, ну, блин, ну ладно, в следующий раз, короче, приеду. Что-нибудь такое произойдет. И меня тут раз зовут на шут. И я там главную роль прям играл. В каком-то маленьком... Главную роль? Да. В Мейнчаре кто у меня был. Главной актер, типа, да? Главная роль. Да, типа того. Ну, слушай. Ну, и сколько можно? И что ты делал? Расскажи, расскажи. Думаю, всем интересно будет. Что я делал, что я делал? В главной роли вообще? Ну, я имею в виду, ну да, в роли, естественно. В чем заключалась твоя главная роль? Ну, там какая-то мелкий какой-то, как это, короткометражка была про свадьбу, и я там играл жениха, у меня должна была быть свадьба, потом в итоге свадьбы не случилось, потому что я там куда-то свалил с подружкой невесты, потому что она меня соблазнила. И сколько тебе заплатили за это? Мне за это заплатили 10, и остались еще должны, короче, но мне надо было уезжать, и так я не забрал, короче, остатки того, что мне были должны. Сколько они тебе остались должны? Пятать мне сверху еще должны дать. И это получается 15 тысяч за сколько они тебе хотели заплатить эти деньги? Ну, я имею в виду, за сколько съемочных часов? Ну, день я там провел. Ну, там получилось так, что... Там получилось так, что... Меня звали на бэкграунд, там чувака, которого звали на главную роль, его просто... Случилось так, что он там то ли заболел, то ли что-то, короче, не пришел. Вот, и надо было срочно кого-то там, и они там пытались подобрать, спросить, кто будет играть главную роль, никто не соглашался. И, ну, там бумбайские ребята тоже говорят, цена маленькая. Я такой думаю, ну, все равно я уезжаю там послезавтра, и у меня такая вот возможность сыграть, что я хотел. Я думаю, ладно, короче, 15 сойдет. Но так вообще это не цена, на самом деле. И сколько можно зарабатывать, живя в Мубае, если это не цена? Какие суммы? Ну, главным персонажем, насколько я знаю, с рабочими визами, там, больше сотки платят за день. Есть такие. За съемочный день? Да. 100 тысяч юаней. Ой, 100 тысяч рупий. Рупий, да. Это сколько в долларах? На этой же... Полторы тысячи долларов. Это где-то тысяча... Ну, нет, меньше. Ну, 1200. Один и три, да. Один, два, один, три. За съемочный день тысяча двести долларов. Нормально, слушай. Да. Вот Индия, да? Нище Индии, где тебе могут заплатить просто чуваку из ниоткуда. 1200 долларов. Ты не должен быть чуваком из ниоткуда с туристической визой, как бы, понимаешь, там... Не, ну, это понятно, это понятно. Ну, типа, как бы, за визу можно подмутиться, тело можно привести немножечко в порядок. Ну, типа, там же главное, как бы, что ты белый, смазливая личико, белый и сотку. Нет, там главное, чтобы у тебя были знакомые, там, все тоже, братовство, сватовство и так далее. А, даже так? То есть, ну, просто, если ты с улицы, то вряд ли, что такое случится. Ну, слушай, а минимум, какой самый минимум? Ну, минимум, это, бэкграунд, как бы, 5 косарей. 5 тысяч в Мумбаиа? 5 тысяч? Ну, минималка, день за бэкграунд, это 5, да. Ну, просто люди из Индии, ой, люди из Гоа ездят, там, за 2 тысячи, за 2 с половиной тысячи. Ну, мне, мне жаль их. Ну, то есть, нифига, вот такой прайс, да, значит, от 80 долларов, там, до бесконечности, по сути, за съемочный день. Даже если ты вообще ничего не умеешь. Ну, да. Ну, и мне, на самом деле, это же по приколу стало в какое-то время, то есть, с февраля я, там, скрипты начал зарабатывать достаточно больше, чем с шутов. И на шуты я такой ходил, как на выходные, то есть, там, а, меня зовут, там, куда-то, можно пойти с народом пообщаться, что-нибудь посмотреть новое, там, какой-нибудь экшен, короче. Вот. То есть, ну, для меня это просто превратилось в развлекуху, и раз тебе еще пятерку, там, накинули за то, что ты пришел, потусил, там, с народом. За то, что ты пришел, посидел, да, тебя покормили, ты, там, поразвлекался с друзьями, и, как бы, тебе дали за это петь. Ну, да, да, да. Тысяча рублей 80 баксов считаем. Ну, да, прикольно. Поэтому, как бы, круто в Индии в этом плане. Слушай, а что, есть у тебя какая-нибудь самая незабываемая роль, которую ты никогда не забудешь? Ну, или любимая, или что-нибудь такое выдающееся. У меня, вот, допустим, было, знаешь, это я бы не сказал, что моя любимая роль, но вот одна из самых интересных. Мы были, короче, на свадьбе в Раджастане у чуваков, на которые они потратили 500 тысяч долларов. 500, блядь, тысяч долларов. Нас, короче, нарядили в костюмы английских гвардейцев и дали по белой лошади. У нас было 4 чувака. А пятому чуваку дали огромный зонт такой, короче, дали мантию такую, огромный зонт. И вот он стоял возле главного, возле жениха с этим зонтом. Пока мы сидели на этих конях. И, типа, там под узды ввели какие-то специальные индусы. Ну, естественно, мы не, как бы, не каждый из нас умеет сидеть на конях. И, типа, нас под узды везли индусы, короче. И вот мы, типа, смотрели. И девчонки, которые с нами были, там, танцевали. Это все заняло, там, буквально, не знаю, 3 часа, наверное, этой работы. А потом, потом, короче, наступил банкет вечером. Ну, типа, мы пришли в наш отель пятизвездочный, немножко отдохнули и пришли, короче, на банкет. Они там сняли огромный, короче, стадион. И по периметру этого стадиона была еда со всех точек мира. Ну, как бы, ну, хоть, конечно, не со всех точек мира, но, типа, разная кухня. Европейская, там, какая-то итальянская, индийская, еще что-нибудь. Но не было алкоголя и не было мяса. И это была одна из самых вкусных ед, самая вкусная еда, наверное, которую я когда-либо ел. Ну, и там было очень много людей, короче. И вот это, на самом деле, настолько запомнилось мне. Потом мне запомнилось, как я играл роль плохого парня, который похитил ребенка. Ну, типа, нас там группа была целая, мы похитили какого-то ребенка. Ну, вот. И вся эта кульминация всего этого заключалась в том, что ты стоишь, я стою, короче, передо мной стоит камера. Я смотрю строго в камеру, достаю пистолет. У меня там внутри один холостой патрон. Режиссер кричит, камера, мотор, я стреляю, короче, и на мне жилетка. И на этой жилетке восемь детонаторов. И они начинают взрываться, короче. Я должен, типа, изобразить, что меня расстреливают, упасть и лежать истекающих в крови. Как бы тоже такое, знаешь, как бы запоминающаяся движуха. Вот. А что у тебя было интересного? Расскажи. Ну, у меня была, например, движуха, ну, несколько раз у меня были так называемые ивенты, и я там играл финансового консультанта из европейского подразделения некой компании Octopus Metal. Но это был не шут, да, это был не шут, там какая-то финансовая движуха просто у Windows была и для того, чтобы у них, как это, плюс к тому, как они выглядят, у них там финансовый консультант. Вот мы сидели. Я там, в принципе, ничего не делал, просто мне надо было представиться, что вот я такой красавчик. И несколько раз я в этом участвовал. Там тоже шведский стол, короче, в этом, в отеле Marriott это было. Там целый этаж ресторан, что их туда ели, там всякие явства со всех сторон, наверное, этого мира, со всех стран. И я угорал с индусов, которые, ну, вот там прям всевозможные блюда, очень вкусные, короче. И они там едят пани-пури. Там сидит чувак такой, я хочу, говорит, пани-пури. Пани-пури, чтобы вы понимали, это такие шарики, куда наливается бульон. Вот. В конце концов, последний такой ивент у меня был, я приехал, и моя задача была на кого-то там накричать. Вообще все эти ивенты занимали 2-3 часа, короче. И за 2-3 часа мне платили примерно столько же денег за съемочный день. И в последний раз я приехал вообще на 20 минут. Изобразил, короче, из себя лежащего в номере в постели, короче, такого чувака, который только с перелета. И там зашли клиенты с моим а-ля подопечным. Я на подопечного там должен был, короче, ругаться, что, типа, вы чё, ничего не можете здесь без меня сделать? Какого хера я должен лететь там из Польши сюда, чтобы за вас решать ваши вопросы? Вот, я нагнал на него эту хрень, короче, реально, 20 минут у меня это заняло. Мне заплатили там тысяч 4, по-моему, и я уехал. И запоминающийся у меня еще была телега, тоже, ну, как бы шут, но это не был шут. Такая история. Позвали, типа, сниматься у нас. И сначала продакшн позвонил агенту и сказал, что мы не получили разрешение на съемки в Мумбаи, и поэтому съемки будут проходить в загородном особняке. Мы такие, ну, ладно, короче. Потом мы приехали в этот загородный особняк, и там не было ни камеры, короче, ни вот съемочной группы, ни хрена. И нужно было передать деньги. А, нужно было, короче, сыграть, как будто нам отдают деньги на камеру в двух сумках. Две огромные сумки долларов нам передавали, там что-то, сколько-то, миллионов, я не помню, долларов. Ну, это были куклы, естественно. И в это время нас снимали на телефон, и я такой, ну, вообще, что за херня происходит? Смотрю на агента, он там бледный стоит тоже. Ну, а там мальчик нас собирал вообще. И такой, блин, что-то неладно. Я такой, думаю, ну, ладно, сейчас не стоит говорить, что что-то неладно. Мало ли, что-нибудь произойдет. Думаю, приехал играть, надо до конца. А ковид был, и мы в масках сесть, и у меня такую маску тянул прям по глаза. Что, нам дали денег, вот эти две сумки огромные с деньгами. Мы, типа, играли этих представителей какой-то там благотворительной организации, и для кого-то должно было выглядеть, что нам отдают деньги. Вот эти вот благотворительную организацию. какая-то это была мутная телега, мошенническая, но я решил не подавать виду, и, в общем-то... Чё, всё это закончилось тоже за 10 минут, мы уже в тачке такие сидим, короче, и агент такой сидит, трясётся, я говорю, слышь, попустись, мы уехали. Вот. Ну, такая, как это, остросюжетные, остросюжетные съёмки были. Вот. Страшно присутствовать на таких моментах. Ну, мне нет, но когда, знаешь, смотришь на человека, который сидит с тобой рядом, вот, вроде бы, я-то белый, а он индус, то есть, он местный, и он не так должен переживать, а он прям сидит там на этом, на очке такой, а-а-а, чё делать? А он понимает, да, что вообще произошло. Да, видимо, он, ну, и ты понимаешь, и он понимает, но как там, он более серьёзно к этому относится. Слушай, ну и как тебе индийский менталитет вообще? Мне что-то комфортно, что-то некомфортно, я до сих пор не привык, вот за всё время, что я там не привык, это то, как они относятся ко времени, то есть, у них как будто его действительно нет. Тебе назначают встречу, там, в два, и в итоге он приходит в три, или в три ты ему звонишь и спрашиваешь, ты где? Он такой, а-а-а, ну, блин, я еду. И как-то сначала пару раз мне считали рабочее время так, то есть, типа, ты же начал работать в три, я говорю, ты мне в час назначил встречу, вот я начал работать в час, и, значит, я был здесь к часу, а что ты там, когда ты там приехал, меня мало волнует. Ну, то есть, ко времени у них вообще никакого нормального отношения нет, меня это бесило прям по последний день, что я там был. А в остальном всё, всё классно, они дружелюбные, и всё достаточно просто у них, то есть, они не это, не делают серьёзных щей ни на одной ситуации. То есть, ну, там, чё-то произошло, да, чё-то произошло, легко, они к жизни относятся, легко, вот что мне нравится. Как тебе индийская еда? Вкусно, мне нравится. Когда был там, скучал по домашним каким-нибудь маминым пирожкам, борщу? Нет. То есть, тебя устраивает индийская еда? Да, меня полностью устраивала индийская еда. Ну, не, ну, она прикольная, она единственное, что она, типа, это, не очень разнообразная, в основном идёт рис и дал, дал ест, да? Дал, что это называется? Да, дал. Рис, дал, рис, дал, сабджи, рис, дал, сабджи, рис, дал, сабджи. Ну, как бы, хочешь, ешь рис, хочешь, не ешь. Я не ел рис, например, полгода там вообще. И, ну, как-то хватало мне другой еды. Чё, чё я ел? Самосы? Паранты, самосы. Ну, я сам готовил себе, как бы, в основном. Чё там, идёшь, покупаешь килограмм помидора за 15 рублей, там, три кукурузины, варишь все суп. Ещё чё-нибудь такое. Овощами я в основном питался там. Кёрт, ласи, как тебе? Ласи, ну, я не фанат, на самом деле, ласи. Оно, конечно, вкусное, но я поэтому угорал там, типа, Тана. Баттермилк называется. А, баттермилк, ну, он, типа, кисленький, да, такой? Ну, он кисленький, он со специями, ещё остренький, кисленький, вообще, да, типа кефира. Типа кефира, только такой жидкий-жидкий-жидкий. Слушай, сладости у них ещё классные, прям, вот. У них какой-то там другой сахар, видимо, из настоящего нормального сахарного тростника. И эти сладости настолько вкусные, чтобы, блин, на них так подсаживаешься. Да, можно, много их есть. У них название ещё, куча всяких, там, гулаб, джамуны всякие, ладу. Ладу — это шарики такие. И я когда был в Джайпуре, вот я рассказывал, там, таксист, рикшист нас возил. Он такой что-то сначала, ладу, ладу, а я не понял, короче, его. И я думал, что это его имя. И первые два дня я его звал, ладу. Типа, сладенький. Он такой, в конце концов, не выдержал. Бля, меня не так зовут. Слушай, а расскажи про коронавирус. Чем ты занимался в коронавирус? Как ты вообще его встретил? Что происходило? Я... Ты уже в Момбай на тот момент? Я жил в Момбай. Это какой месяц? Просто... В каком месяце всё началось? Начались локдауны все эти. Это всё в марте был? Да, в марте. По-моему, в марте. Да, это всё в марте началось там. И все такие начали сваливать резко из Момбаи. А я решил, что, короче, я никуда не поеду. И смотрел всякие... То есть, мне писали люди там по новостям. Там, а, Момбаи же трэш. Там, а, Момбаи, короче, это импицентр. Я такой смотрю в окно, короче. И вроде бы всё как обычно. Там, куча смертей такой. Соседи вроде на месте. Никто не болеет. Всё там забавно было. Это как отыгрывали индусы все эти движухи. С комендантским часом. То есть, там... Типа нельзя было выходить на улицу. Надо было сидеть дома. И там периодически приезжал ментовский джип. И оттуда выходили менты с палками. И должны были бить тех, кто, короче, на улице. И там, я смотрю, народ разбегается прям такие по углам. И кто-то... Кто-то остаётся на улице. То есть, они знают, что едет эта машина уже там, ну, не знаю, за 10 минут. Все разбежались. Приезжает тачка. Оттуда вылазит 4 человека с этими бамбуковыми палками. И там видно прям один тип такой. Не хотел уходить. И... Он идёт медленно так домой. К нему подбегает мент. Заносит палку. Такой... И в последний момент с большого размаха он её останавливает. То есть, выглядит так, как будто удар должен получиться сильным. Но он получается такой прям шлепок. И тот изображает, как будто ему очень больно такой отпрыгивает на пару метров. Такой прям... А-а-а! И тут же идёт спокойно ровно домой. Таким же шагом. То есть, менты отыграли, что они выполнили свою часть работы. Гражданин. Чувак отыграл тоже, что он... Да-да-да. Все сыграли то, что должно было быть. И все спокойно разошлись. То есть, у них вот так всё это происходит. Я прям угорал. Как относились к иностранцам в это время? Ну, поначалу... Старички, короче, опасались. Ну, не старички. Вот прям видно по человеку. Если он смотрит много телевизора, то он от тебя шарахается. Большинство молодёжи нормально относилось. То есть, ну, кто-то там вообще не запарился. То есть, я иду там... Какой-то чувак меня встречает. Такой, о, типа, привет. Ну, на хинде. Я такой, привет. Он такой, шишки будешь? Я такой, буду. Пошёл, гостил меня, короче. Всё, я пошёл дальше. Я говорю, а чё, корона, не корона, не боишься? Он такой, а-а-а, типа это, телевизор. Вот, а старшие поколения, они так обходили меня стороной. Большинство. В магазинчик я там ходил, у него хозяйка, тётушка. И она мне продавала, всё нормально, короче. И один раз я пришёл, там какая-то тётка стоит, такая старенькая. И на меня такая, чё-то гонит, начала гнать, типа, чё-то пришёл. Вообще, я говорю, есть кто-то? Она такая, нету, нету. Я говорю, а это есть? Молоко есть? Она такая, нету. Я, как она у неё поворачиваюсь на хинде. Я говорю, ты чё вообще лезешь? Я тебя спрашиваю, что ли? Заткнулась, короче. Вот. Большинство нормально относилось. Находились, конечно, персонажи там такие вредные. Но я думаю, что они, в принципе, по жизни такие вредные. Повод только, да? Лишний повод был. Да, да, да. Слушай, а ну вот фильмы снимались во время ковида? Кастинги какие-нибудь проходили? Как с работой было? До ноября, короче, было всё плохо. Работы не было. И потом потихонечку всё начало открываться. Подожди, до ноября какого было? 2020-го. 2020-го. Это уже как бы полгода ковида. Больше, чем полгода ковида, получается. Да, да, да. Там ничего не было. А потом потихонечку там какие-то небольшие... шуты стали начинаться, где не много народу. Ну, то есть, который не подразумевает больших крауд-сцен. В ноябре я снимался в фильме с... Блин, как же там зовут этого чувака? Местный Киан Ривз, самый известный актёр у них. Шарук Хан. На текущий момент. Шарук Хан, да. И там был фильм «Патан». Он там какой-то разведчик. Мы играли русских солдат, которые его пытали. Ты пытался у Хана? Чтобы его не заразить. Да, я пытался у Хана. Нормально. И чтобы его не заразить, что вы говорили? Чтобы его не заразить, короче, нас за два дня... Обычно в Мумбаи, если ты живёшь, то ты прямо приезжаешь на шут. Сразу в тот же день тебя снимают, и ты едешь домой. То есть никаких отелей, там тебе не полагается ничего. При съёмках вот этого фильма «Патан» нас за два дня поселили в отель, по-моему. Или за день ли. И расселили по одному в номер. Там какой-то четырёхзвёздочный отель, что ли, был. И я смотрю, там оплата за номер такая же, как у меня зарплата за день. То есть, если бы меня не сидели в отеле, я бы мог получить в два раза больше. Вот. Таким образом, его берегли там, чтобы не заразить. Слушай, прикольно. Первый мой шутинг в Индии был как раз вот с Шаракханом я снимался тоже. Такой он, да, персонаж этот Шаракхан? Харизматичный, маленький. Слушай, ну, он прикольный, он играет прям хорошо, отыгрывает то, что ему там положено. Ну, я, да он классный, конечно, он там, он достаточно интересный, хорошие позиции у Шаракхана, на самом деле, в мировых рейтингах фильмов. С этой, с Дипика я тоже снимался в один раз. Дипика это кто? Это Чувиха, которая в Форсаже снималась. Это был на девятом Форсаже. Какой он там? Девятый Форсаж. Ну, слушай, я не фанат вообще Форсажа, я просто слышал от людей, которые снимали со мной, что это, а, это вот Дипика, я такой, кто такая Дипика? Они такие, да, она снималась в Форсаже, я тогда, ну, ладно, я запомню. А у нас там, короче, Денис Дорохов снимался, короче, это тот чувак из Однажды в России, маленький такой, играл криминального авторитета российского, или европейского, или российского, ну, короче, типа российского, да, по-моему, там у него какие-то свои проститутки были, ну, такая, знаешь, там, сцена была, что главная героиня индусская, короче, которая с Шаракханом, вот Шаракхан и главная героиня, я не знаю, но говорят, что она тоже очень популярная, очень известная девушка в Индии, она бьет по лицу этому Денису Дорохову, тот летит, короче, на спину и падает на, короче, стол стеклянный, падает на стеклянный стол, стол разлетается в дребезги, ну, и, типа, вот так вот она отстояла свою честь женскую, дебичью честь, потому что, на самом деле, такое интересное место было, и Шаракхан все это там бегал, наблюдал. Вот, и когда ты, получается, вернулся в Россию? В марте. Я вернулся в марте этого года. Ты вернулся в марте совсем недавно, три месяца назад? Да, три месяца уже прошло. Что ты испытал, когда ты после трех лет в Индии вернулся в Россию? Ну, я же был здесь в 2019-м, в ноябре, и тогда мне что-то жутко не понравилось, а в этот раз, ну, все, вроде ничего так. Я удивился, что здесь никто не носит маски, короче, ну, людям такие, на пофиг в основном. Индусы носят маски. Здесь я пришел, там, нужно было заполнять некую анкету, когда ты прилетаешь, то ты по этой анкете обязываешься пройти ковид-тест. И я посмотрел, там, в законах, это не закон, а вообще предписание, и если ты на него согласен, то ты обязан пройти тест, а если ты на него не соглашался, то ты не обязан ничего проходить. И я прям приехал в аэропорту, сдал бумагу с надписью, что я не обязан предоставлять данные, никакие о своем здоровье, типа, идите вы. Там тетка на меня такая посмотрела, короче, с кирпичным лицом, и я говорю, где мне багаж получить, и она такая, там. Все, я приехал, короче, ничего не сдавал, и из Москвы я практически сразу ехал в Нижний, и вот тушу тут в Нижнем, сейчас тепло, хорошо, тут лето. Скучаешь, по-моему? Ну, в какой-то мере, не знаю, я бы поучаствовал в шутинге, если сейчас, например, в каком-нибудь, ну, так, по фану сходил бы. Рэд, пожелай что-нибудь моим, пожелай что-нибудь нашим слушателям на прощание. Слушатели, на прощание я желаю вам, чтобы у вас было много интересных опытов, крутых в жизни, и не засиживайтесь на одном месте. Вот, а еще подписывайтесь на мой канал в Телеграме и Ютубе. Да, я, кстати, оставлю ссылочки на канал, где Рэд ведет свой криптовлог, да, можно, если можно так это назвать. Я бы, на самом деле, Рэд, хотел бы с тобой еще записать, поговорить про криптовалюту, почему нет, я думаю, людям было бы интересно. Я с позиции полного чайника, который просто ничего абсолютно не понимает, и ты, который может объяснить такому человеку, как я, потому что сам был таким человеком совсем недавно. Ну, я думаю, мы можем отдельную тему посвятить этому, отдельный выпуск, так сказать. Да-да, отдельный, отдельный выпуск этому всему. Но твои ссылочки я все-таки укажу в описании к этому видео. Ну, в общем, Рэд, спасибо тебе за то, что уделил время, рад, бесконечно рад тебя слышать, гуру-брат. Было бы классно, если в следующий раз мы опять встретились где-нибудь в Индии, опять в каком-нибудь трешовом месте, как Кумхамела или Отель Мун в Варанасе. Почему бы не Китай? Но, если встретимся, почему бы и не Китай? Или не Россия? Да, конечно. Или не Южная Америка? В любой точке планеты, братан, я тебе рад. Взаимно. Рад был тебя слышать, вообще классно с тобой разговаривать. Да, спасибо, спасибо большое, Рэд. Ну, давай, всего тебе хорошего, пока-пока. Пока-пока.